Как изменились актеры бразильского сериала «Новая жертва» спустя 25 лет? Приветствую вас, зрители и дорогие мои подписчики. С вами ваш канал Интересная Инфо. На этот раз вспоминаем очень популярный бразильский сериал из 90-х «Новая жертва». В Бразилии он выходил в 1995 году, а у нас его транслировали с середины 96-го на Первом канале. Давайте сегодня вспомним этот сериал и посмотрим, что стало с актерами. Приятного просмотра. Снимался с 1965 года. В России стал известен благодаря не только «Новой жертве», но и выходящему позже сериалу «Нежный яд». Принципиально отказывается играть отрицательных персонажей. Он снимался во многих сериалах, которые показывали в России, «Клон», «Вавилонская башня», «Семейные узы», «Женщины в любви», «Проспект Бразилии». Тони Рамос, один из самых популярных сериальных актеров Бразилии, снялась в более чем 50 сериалов главной роли в 7 раз. Легенда бразильского кино. В 76-м снялась в теленовеле «Анджемау» и прославилась на всю Бразилию. На улицах на нее совершали нападение за поступки, которые совершала героиня этого сериала. К сожалению, уже 5 лет болеет неизлечимым хроническим лимфолейкозом. Ее родители сбежали из Армении в Бразилию и Араси родилась уже там в 1940 году. Получила приз за лучшую женскую роль в сериале «Новая жертва». Снималась в десятках сериалах, но в России с ее участием знают только этот. Известность в кино ему принесла роль Тони Лунатика из сериала «Женщина из песка». Но не из «Секрета тропиканки», а с 73-го года. В России его можно было еще увидеть в сериалах «Земля любви» и «Земля любви», «Земля надежды». На съемках сериала «Прекрасный» актеру стало плохо из-за почечной недостаточности. В госпитале его не спасли и в июле 2006-го в 71 год его не стало. Всегда, когда я читаю биографии старых актеров, меня очень удивляют истории их появления в кино. Октавиа работал страховым агентом, но по знакомству попал на съемки. И стал одним из востребованных актеров последних 40 лет. Играл в «Проспекте Бразилии» и куче менее известных сериалов в России. Популярная бразильская актриса и певица. У нее почти десяток музыкальных альбомов и десятки ролей в кино и сериалах. К сожалению, уже 4 года страдает от рака легких. Была замужем 4 раза и с первым мужем разница в возрасте у нее была 33 года. С 90-го года снимается в сериалах. В своем первом сериале «Счастье» сыграла роль злодейки. На первом канале засветилась 4 раза, «Новая жертва», «Секрет тропиканки», «Во имя любви», «Воздушные замки». С 9 лет появляется в сериалах. Заметную роль сыграл уже в 12-1984 году в сериале «Телом к телу». Играл в «Тропиканке». С 1999 года предпочитает играть в фильмах или мини-сериалах. С 2008-го дополнительно работает как режиссер фильмов. Считает, что он не звезда, а просто хороший актер. Мисс Рио-де-Жанейро 1969 года. В сериалах снимается с 1975-го. В России ее помнят еще по сериалам «Женщины в любви» и «Вавилонская башня». Наш любимый Тони Лунатик из «Секрета тропиканки» играл и в «Новой жертве». Был женат на опять же любимой нашей осусене из «Тропиканки», но в 2003-м году пара разошлась. С 1995-го года ему принадлежит цирк, в котором он иногда выступает на трапеции. Лайк, если нравится Тони Лунатик. Я буду счастлив, будто снова пересматриваю новую жертву, если ты подпишешься на канал и поставишь лайк. Будьте с нами. С радостью примем в нашу дружную семью новых подписчиков. Солнечного настроения и хороших сериалов, дорогие мои. Не прощаюсь.